Как заведено, в первый день осени в школу идут дети. Но готовятся к школе, конечно, не только они. Первому сентября, этому счастливому дню, предшествует огромная подготовка. Главные инициаторы, организаторы и участники, которые, конечно же, взрослые, от министра образования до родителей. Добрый вечер, Гомель. Тема нашей сегодняшней программы «К школе готовы». О том, как правильно встретить школьные будни, что нового принесет учебный год и насколько учителя, родители и дети готовы к его нововведениям, сегодня мы и поговорим. Уважаемые телезрители, хочу спросить у вас, что для вас главное при подготовке к школе? Отправляйте ваше сообщение в Вайбер, номер на экранах и звоните. Номер телефона студии 37519. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. К школе готовы. Я намеренно произнесла эту фразу без определенной интонации. Какой знак препинания поставить ее в финале, вы, уважаемые телезрители, решите сами. Родители, педагоги, попытайтесь проанализировать самостоятельно ход собственной подготовки к школе и к концу программы выбрать между точкой, восклицательным знаком, вопросительным или многоточием. Ну, определиться вам с этим помогут гости сегодняшней программы. Знакомьтесь, пожалуйста, чита полевых Кира и Алексей. Добрый вечер. Добрый вечер. Кстати, Кира и Алексей воспитывают троих сыновей. И сегодня с нами психолог Ольга Грицынок. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Я надеюсь, ваши советы, рассказы, реплики помогут и мне, и зрителям подготовиться к школе так, как положено. Обязательно. Кира, Алексей, вы к школе готовы? Ну, начну с того, что в этом году у нас будет только один школьник, потому что наш старший сын Ярослав уже в этом году закончил лице и поступил в вуз. У вас будет студент и школьник. Будет теперь студент, да. А самый младший еще, ну, по меньшей мере, два года в школу не пойдет, поэтому школьник у нас в этом году будет только один. Я понимаю, что вы с облегчением вздохнули и к школе подготовились? Ну, вы знаете, не совсем. Вот поймала себя на мысли, что у нас еще не до конца укомплектована школьная форма для Родиона. Поэтому приходится надеяться на школьные ярмарки, что они все-таки нам помогут. Я думаю, что все будет в порядке еще больше двух недель. Алексей, ваше мнение к школе готовы? Ну, нельзя сказать на сто процентов, но я думаю, что мы провели хорошую работу в межсезонье и подготовили нашего школьника с обоих сторон. Мама занималась языками, а папа занимался, подтягивал немного математику. Прекрасно. Так вы даром времени не теряли. Хорошо. Что для вас главное при подготовке к школе? Я поняла, что математика, языки. Продолжайте. Ну, наверное, это и все, чем мы занимались, математика, языки. А остальное, я думаю, школьник должен сам подтянуть, почитать книжки. Мы настаивали на том, чтобы, уже давно настаиваем, чтобы наши школьники читали книги. Я с удовольствием хочу представить нашим зрителям архивные кадры. Дело было в 2013 году, это 4 года тому назад. Сева был еще совсем маленьким, а ребята тоже помоложе. Вот такими они были, уважаемые телезрители, вы обязательно увидите, какими они стали. Пусть они нам расскажут. Кира, скажите, а для вас что главное при подготовке к школе? Вот, например, как отдохнули дети, это для вас важно? Как отдохнули, важно. И что я еще хочу сказать, то, наверное, особенно это волнительный момент для того, кто идет в первый раз, в первый класс. То есть тут очень важна и психологическая подготовка, особенно для того случая, если ребенок, вот как у нас сева не ходит в детский сад, это будет, конечно, немаленькое потрясение после домашней обстановки пойти в школу со своими правилами. А для уже состоявшегося школьника, наверное, это не так сложно, особенно для старшеклассников, влиться. Ну, конечно, вопрос и есть. Например, у нас такой момент, что нужно как-то вот час постараться эти последние оставшиеся недели попробовать войти в ритм, приучиться пораньше ложиться спать. Потому что летом немножко расслабились, ложились спать позже, чем следовало бы, а придется уже с сентября вставать рано. Да, поэтому надо будет как-то вот так ударно провести кампанию по приучению к более раннему укладыванию с кровать. Это один из первых пунктов, да, я так понимаю. Еще скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, что сева не ходит в детский сад, но он же скоро школьником будет, ну, каких-то там 2-3 года, я не знаю, в каком месяце он народился. Через 2 года, да, наверное? Да, да, наверное. 2 года и школьник. Вы уже готовите его к школе или это еще рано, вот из вашего родительского опыта? Вы знаете, Елена, такую хотела забавный случай рассказать. Я вот на днях просматривала свои старые конспекты еще из университета. У нас был такой предмет основы медицинских знаний. Я прошу прощения, скажу нашим зрителям, что оба родителя педагоги, да? Алексей работает, преподает в Белорусском государственном университете транспорта, а Кира тоже преподаватель английского языка. Очень приятно, продолжайте. Спасибо. И там как раз вот Елена стала с интересом, наткнулась на как раз вот момент, где мы записывали конспект подготовки ребенка к школе. Вот, а я уже знала в этот момент, что вы нас позвали на участие в программе, я с интересом думаю, ну-ка, почитай. И там вот я наткнулась на такой интересный тест, назывался филиппинский тест, который используют для проверки готовности ребенка к школе. Ребенок должен правой рукой, вот так вот положив его, ее себе на голову, дотронуться до верхнего края левого уха. И вот маленький ребенок этого, ну вот как бы нам это не составляет никакого труда, правда? А у маленького ребенка этого не получится. Я даже специально себе проверила, действительно, может, максимум до макушки ручка достает и все. И вот, казалось бы, такой наглядный пример считается, что это очень хорошо демонстрирует не только развитие скелета, но и как бы показывает, насколько развит в целом организм ребенка, то есть насколько психологически он готов, нервная система, развитие головного мозга насколько соответствует. Ну вот мне показалось очень забавно. Вот такой через голову до края левого уха. До края, да, до края, да, до края левого уха. Еще нет. Интересно. И такой тоже вариант интересен. Спасибо большое. Это будет новый тест в мою копилочку. Оля, теперь вам вопросы. Вот мы ставим себе вопрос к школе. Готовы? Для чего? Для того, чтобы максимально комфортно войти самим и своих детей ввести в учебный процесс. Научите, как правильно это делать. Остается всего две недели. Вот Кира и Алексей, они предложили отрегулировать график, да, сна, отдыха. Что вы скажете? Что первое? Что второе? Что третье? Совершенно верно. И в этом случае медицина согласна с мнением многодетной мамы абсолютно, потому что это позволит нервной системе ребенка адаптироваться до начала учебного процесса и потом уже заниматься непосредственно обучением, не тратя на это ресурсы. Мне бы для начала хотелось все-таки обратить внимание на то, что конкретно мы хотим готовить. К чему конкретно готовиться? Наиболее очевидные вещи уже продуманы. Это форма, это констовары какие-то. Да, вспоминаются вот учебный год прошедший, правила какие-то, видимо, надо как-то вот вспомнить. Но все-таки, почему вопрос подготовки к школе вызывает такое некоторое внутреннее напряжение? У меня есть знакомый мужчина, 43 лет, он успешен, но где-то уже с 15 августа он становится очень раздражительным. Он неконтактен, он срывается на близких и на коллег. Он педагог? Нет. Я как-то невзначай спросила его, ты что, до сих пор боишься, что тебе придется идти в школу? Я спросила его неожиданно, и он не успел подумать и сказал да. То есть это был честный ответ? Да. Как-то духу. Даже он немножко его самого удивил. И этот человек даже не подозревал, что, как многие и многие другие взрослые, по привычке приближение 1 сентября вызывает в нас напряжение. Ольга, вы не поверите, у нас есть сообщение в Вайбере, я просто спешу поделиться с вами. Человек не подписался. Не портите настроение, дайте две недели спокойно пожить. Вот, вот. Почему эта тема напрягает? Поэтому давайте, я предлагаю сначала рассмотреть то, что напрягает в школьном процессе, чтобы потом понять, как это минимизировать и свести к незначительным каким-то моментам. Давайте тезисно, что может напрягать в школьном процессе. Ну, большое количество заданий наверняка. Может быть. Ранние подъемы, что еще? Не совсем. Предлагайте. Знаете, есть еще такой момент. Это неизбежность этого процесса. Лето, размеренное, с долгими утрами, беззаботное, оно уже подошло к концу. И уже кто-то за тебя все решил. У тебя уже никто ничего не спрашивает. Это абсолютно точно. Кто-то уже определил, какие учителя будут у тебя вести предметы, каким спортом в какой день недели ты будешь заниматься, каких людей ты видеть будешь целый учебный год, каждый день. И даже не это важно, а важнее то, что кто-то уже забрал твою драгоценную свободу. И ты, к сожалению, ничего с этим поделать не можешь. Пока Ольга готовит следующий пункт, мы предлагаем послушать телефонный звонок. Есть у нас зритель на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Скажите, а вы к школе готовы? Мы, к сожалению, школу закончили. Мы поступили в ВУЗ и с огромной радостью, с большой эйфорией, пока не понимаем, что с нами произошло. Ну, действительно, да, готовимся. А вы готовите, ну, по сути, вы тоже к школе, только к высшей готовитесь. Вот так. С хорошим настроением. Очень хорошим. Была наша мечта, в которой мы долго шли. Спасибо 10-й гимназии. Вот, первые благодарности. Приятно. Я могу гордостью сказать, что мы студенты ВУЗа. Прекрасно. Простите, сразу не спросила, как вас зовут. И ваш вопрос, ваша реплика, пожалуйста. Знаете, меня зовут Ира Алексеева. Очень приятно. Ира, наверное, нас помнит. Мы 9 лет. Проучились вместе. Так. Вы увидели Киру по телевизору. Да, в гимназии. Поэтому, когда я включила и их увидела, я очень рада. Да, я хочу сказать, что я очень горда, что я знаю этих людей. Но они сегодня у нас эксперты, мы тоже их не просто так пригласили. Но я еще хочу сказать со своей стороны, что я всегда смотрю КВМ, всегда радуюсь, всегда всем показываю и говорю, что я знаю этих людей. Мне очень приятно вдвойне. Я вам подскажу, что, где, когда. Что, где, когда. Да? Что, что? Не КВМ, наверное, а что, где, когда. Что, где, когда. Я извиняюсь. Что, где, когда. Я просто хочу этой семье выразить огромную благодарность, сказать спасибо за то, что мы учились в одном классе со старшим сыном Ярославом. Все поняла. Очень приятно, что вы позвонили. Но я еще, знаете, что, секундочку, хочу сказать, что это многодетная семья, и я хочу, чтобы другие многодетные семьи равнялись на эту семью и были подобия вот настоящей многодетной семьей. Очень приятно слышать ваши слова. Они искренние. Мы желаем вам не только хорошего вечера, но и хорошего продолжения. Вот. Всего доброго вам. Спасибо за звонок. Спасибо. Очень трогательно. Прекрасно. Подтверждение того, что мы сделали правильный выбор, правильную семью, прозвали на программу. У вас есть о чем спросить, и вам есть что рассказать. Олечка, второй пункт. Второй пункт, который для деток очень важен. Может быть, это упускают из внимания родители. Это то, что до протяжения всего учебного года они будут находиться в ситуации постоянного оценивания. Их будут оценивать. Их будут оценивать постоянно. А дети к этому особенно чувствительны, так как их и дома оценивают постоянно. Так что же делать родителям? Не оценивать? Вот как облегчить эту ситуацию? Или наоборот, сейчас сказать, друзья, вас будут оценивать постоянно. Будьте к этому готовы. Здесь это важный момент, как именно стоит оценивать ребенка. Здесь, может быть, я бы хотела осветить тогда поподробнее или позже ответить на этот вопрос. Потому что для того, чтобы оценка не вызывала слишком сильных переживаний, возможно, нужно подготовить общую самооценку ребенка. Чтобы это не было таким каким-то трагическим явлением, а просто, так как и является это для учителей и всех остальных, просто оценкой конкретного задания, не более. Возможно, вот в этот период одна из рекомендаций, я уж тогда заранее скажу, это подготовить, попробовать себя в ситуативной оценке качеств ребенка. Это когда вы оцениваете что-то в конкретной ситуации, когда ребенок что-то сделал, у него хорошо что-то получилось. Вот ты хорошо помыл посуду и замечательно. Если ты так здорово помыл посуду, это будет иметь большее значение, чем фраза «ты молодец». Потому что «молодец» — это хорошо, но это общее. А вот конкретные факты говорят ему о том, что я умею и это, и это, и это. Поэтому старайтесь конкретную ситуацию подловить и оценить. Олечка, следующим пунктом, наверное, вот будет тот пункт, который Кира с Алексеем называли. Это отрегулировать режим дня. Я точно определила. Есть еще какие-то моменты? Есть еще моменты, да. Пожалуйста, кратко. Хорошо. Здесь можно еще также обратить внимание на то, что переживания родителя в свою школьную пору и переживания ребенка сейчас могут быть разными. Это переживания двух разных людей. И обратите внимание, не переносите свой опыт на ребенка абсолютно. Возможно, вам было легко, но ему сейчас что-то тяжелее дается, потому что это абсолютно разная организация. Не ставьте знак «равно» между собой. Или, может быть, да. Алексей, да. Да, да. Вы сталкивались с таким, да? Или, может быть, вам было тяжело, а ему сейчас легче. У него этих проблем, например, нет. У него другие вопросы возникают. Поэтому будьте внимательны. Есть еще какие-то нюансы? Или о них позже? Может быть, о них немножко позже. Там довольно существенные. И я еще обращаюсь к Вайберу сразу. Заваровский Павел, добрый день. Попросите Ольгу дать несколько практических советов родителям, как мотивировать детей в летнее время уделять время чтению книг школьной программы. Вот, Алексей хочет ответить, пожалуйста, кратко. Да. Попробуйте. Я их лишаю мобильного телефона. Такой от злой родителей. И тогда они читают книги? Ну, не прямо так, что забрал, вырвал и выкинул. А сказал, хочешь поиграть на мобильном телефоне? Пожалуйста, иди почитай. Сколько страниц? Я по времени. Ну, считается, что хорошей книжкой, конечно, надо заинтересовать. Она сама должна потом пойти. Но, к сожалению, сейчас у ребенка столько в руках и перед глазами всяких увлечений, что надо его иногда подтолкнуть слегка, вот так вот. Поэтому мы, например, детей настоятельно просим читать. Делаем так. А что скажет Оля? В отношении чтения книг, да. Действительно. Нужно ли заставлять вот эти последние две недели? Вот что. Там, вероятно, много... Заставлять усиленно читать? Ну, если читать художественную литературу, усиленно, возможно, нет. Стоит вспомнить, возможно, учебную программу прошлого года, но не с помощью зубрежки перед учебником, а по ходу каких-то ситуаций жизненных. Когда, например, вы видите по телевизору клип иностранную песню какую-то, внизу идет иностранный текст, и вы... О, слушай, вот как это переводится? Я подзабыла. Как это вот здесь правильно перевести? То есть возьми с полки учебник, может быть, словарь, посмотрим, да? Да, и даже если... Можно словарь, может быть, так что-то начнет всплывать. И вот по ходу вот таких вопросов из разных предметов пишите список в магазин. Ой, как это здесь... Подожди, а почему оно здесь так пишется? И этот материал потихоньку начинает просто всплывать в памяти. Большое спасибо. Что главное при подготовке к школе? Спрашиваем мы сегодня у вас, уважаемый телезритель, и предлагаем задавать вопросы гостям. Кира, Алексей, полевые. У нас в гостях многодетные родители, у них огромный опыт по подготовке детей к школе. И Ольга Грицынок, психолог. Номер телефона в студии 3-7-519. Также, уважаемые телезрители, вы можете отправлять свои сообщения в Вайбер. Номер на экран. К школе готовы? Так звучит тема нашей сегодняшней передачи. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за активность. Я просматриваю сообщения, которые пришли в Вайбер, и прочитываю. Не забыть купить ранец, да побольше. Хороший ранец, чтобы вместил все учебники в физкультурную форму. Так что теме сумки, ранцы и портфели огромное внимание уделяется. Немаловажно, оказывается, собрать правильный портфель. Сегодня разговор с директором компании «Офисный престиж» Ольгой Новоженцевой и ее советы, я надеюсь, помогут сделать это без усилий. Сделать, собрать ранец. Оля, вы к школе готовы? Добрый вечер, Елена. Добрый. Конечно, мы готовы. И не только в этот сезон, но также круглый год. И не только мы помогаем родителям собрать детей в школу, а также и организациям. И даже школами можно целыми приходить, и вы к школе подготовите. Что, по вашему мнению, главное в подготовке детей к школе? Ну, я представляю уже, что вы скажете. Ну, с моей точки зрения, я, конечно, не профессионал. Я могу только с опыта сказать, что главное — собрать ребенка в школу, подобрать для него необходимые канцелярские товары, чтобы он себя хорошо чувствовал на уроках, чтобы у него все было всегда. Вот. А также, ну, как бы все зависит, конечно, от кошелька родителей. Как бы это ни звучало, но, тем не менее, некоторые родители выбирают подешевле, но качество, соответственно, пониже, похуже. Ну, это у кого какой кошелек. Да, но, тем не менее, сейчас производители предлагают достаточно недорогостоящую продукцию. Школьные принадлежности. В принципе... Отвечают всем требованиям, да? Да. Вот. Я, вы знаете, вот когда вы сказали, что важно собрать портфель, я сразу вспомнила случай, ну, открою секрет, что я тоже педагог по образованию, и некоторое время работала в школе, преподавала литературу и язык, и было такое, ну, было такое, что вот нужно было много учить стихотворений. Я ребятам говорила, ребят, ну, это самый легкий способ получить хорошую оценку. Выучите наизусть, чтобы вот от зубов отскакивало, как говорят учителя. И тогда, если вы выучите, будете точно знать текст, у вас тогда останется время и возможность думать об интонации, о том, какой жест сделать. Вы сможете многое и повысите свою оценку. Вот точно так же, да, если ты будешь укомплектован на все 100%, то ты сможешь думать о том, как хорошо учиться. Наверное, я права, да? Ну, конечно. Оль, говорят, вот, согласно сообщениям, что рюкзак – самая важная покупка для первоклассника. Что вы скажете? Ну, да, это покупка такая немаловажная. У нас стол, здесь есть рюкзаки. Давайте пройдем, ну, подержим в руках, посмотрим. Насколько это важно? Ну, вот такой рюкзак для первоклассника подойдет? Конечно, подойдет. Есть несколько различных рюкзаков. Не великоват? Нет? Не великоват? Я думаю, что в самый раз для первоклассника. В принципе, собрать в этот рюкзак все необходимое и положить несколько учебников. Здесь два отделения, в принципе, достаточно. Он очень удобный. Здесь две, два ремешка, которые хорошо держатся. Такие достаточно широкие, да? Вот, потому что есть рюкзаки с одним ремешком. Они, ну, насколько я знаю, их не советуют, потому что они, ну, вредны для осанки ребенка. Ну, а ввиду того, что у наших детей так сколиоз, еще усугублять проблему мы точно не будем. Ну, есть еще один рюкзак. Вот они чем-то отличаются, да? Которые серые? Да, серые. Ну, и этот серый. Нет, они ничем не отличаются. А вот я бы хотела сказать об этой сумке. А, еще папочка? Да, эта папка, как бы, ее используют, обычно просят в детских садах для детей, для дошкольников. Потому что она очень удобная. Здесь с ручками, как бы, она, много в нее, что может влезть. Ну, тетради, альбомы, по крайней мере, не помнутся. Альбомы, краски и прочее. Олечка, ну, вот давайте еще все-таки к рюкзакам, раз наши зрители написали, что важно выбрать рюкзак. Помогите, расскажите, вот все-таки на что обращаем внимание? На две лямки обязательно, на то, чтобы несколько отделений было, да? Ну, чтобы был вместительный, чтобы ребенок, может, где-то завтрак свой положил. Ну, чтобы вместительный, да, но тут же нужно еще помнить о том, что вес рюкзака наполненного не должен превышать 10%, ну, сейчас я уже встречаю цифру, и 15% от веса самого ребенка. Вам, кстати, приходится говорить такое родителям, напоминать? Ну, вот я завтра обязательно об этом скажу, потому что я до этого момента не знала эту информацию. Ну, наверняка вам приходится рассказывать, что у первоклассника это маленький ранец, да, у школьника, например, пятого класса это уже побольше. Кстати, сможет пойти ученик пятого класса с тем рюкзаком, с которым ходил в первый класс, или все-таки нет? Нет. Ну, смотря какой ученик. Да, катался ли он с горки на своем рюкзаке? Один-два года удерживает рюкзак. Это по вашим меркам, да? Это наш опыт такой. Ну, получше рюкзак, если бережно относиться, если это девочка, то может и больше. Да, ввиду того, что... А мальчику это очень сложно выдержать, так относить рюкзак. Так что к Ольге придется чаще ходить. Поэтому год-два рюкзаку можно давать. Так, прекрасно. Олечка, мы ненадолго вас оставим, и вы здесь, пожалуйста, присажитесь, готовьтесь отвечать на следующие вопросы. Ну, а на этот прекрасный диванчик я хотела бы пригласить сыновей Киры и Алексея Полевых. Пожалуйста, проходите. Вас на видеокадрах мы уже видели, какие вы были, а вот сейчас какие вы стали. Видим. Садись, Сева, ко мне поближе. Так, ну что, у меня сегодня Сева, Ярослав и Родион. Несколько слов о себе. Как тебя зовут? Сева. Сколько лет? Четыре. Так, а, четыре. Все поучи, все правильно. Да. В какой класс ходишь? В первый. В первый? Да. Через сколько лет пойдешь? Через два. Да, два. Два. Отлично, спасибо. Спасибо. Ярослав, тебе микрофон. Несколько слов, пожалуйста. Меня зовут Ярослав. Внимательный зритель мог понять, что я самый старший ребенок в семье. Вот. Получается, этим летом я поступил в Белорусский государственный университет на филологический факультет. А до этого отучился один из классов, получается, в двух учреждениях образования. Что это такое? Так, пожалуйста. С первого по девятый класс в гимназии номер десять, а свой десятый, одиннадцатый класс отучился на филологическом профиле Гомельского государственного областного лицея. Прекрасно. Передавай микрофон Родиону. Родион, несколько слов о себе. И я вам задание припасла. Пожалуйста. Я, соответственно, Родион. Я уже перехожу в восьмой класс. Я учусь в той же самой десятой гимназии. Я учусь в той же самой десятой гимназии. Молодец. Ты во второй сразу, да. А Родион восьмой. Да, я перехожу уже в восьмой класс. Учусь я в десятой гимназии. Прекрасно. Ребята, вы не поверите, но я вам припасла творческое задание. Думаю, что вы не откажетесь. Я предлагаю вам пройти вот на эту площадку. Так, ну кому сначала? Сначала Родиону, да. Слушаем внимательно Сева, что он будет делать. Родион распишет на доске по пунктам ответ на вопрос. А я когда? А сейчас ты. Что значит готов к школе? Если не будешь знать, что писать, спроси у Севы. Он тебе поможет. Да, и ты зеленым. Сева, иди ко мне. Иди ко мне сюда, да. Видишь, как много всего. Ты видишь, как много всего? Так. И звездочки. Здесь очень много всего. И есть, смотри, вот такая небольшая сумочка. Давай представим, что ты будущий первоклассник. Что ты будущий первоклассник. Давай, или в эту сумочку, или вот в эту серую папку. Посмотри-ка, вот есть такая прекрасная серая папка. Оп. Вот такая, смотри, серая папка. Давай ты представишь, что ты будущий первоклассник, и ты должен из вот этого всего многообразия выбрать необходимые тебе вещи. Так? Договорились? Вот такое тебе задание. Соберешь себе портфель? Попытайся, пожалуйста, держи. Ярослав, я думаю, что ты поможешь. Присаживайся. Ну, может быть, что-то подсказывай. Да, но пускай все-таки Сева самостоятельно. Так, ребята, вы работаете. Я на линейке. Линейка, да. Давай, с Ярославом советуюсь. Ольга, я иду к вам. Пока ребята выполняют задание, вы можете присматривать. Я хочу все-таки поговорить о констоварах. Вот обычно необходимый список констоваров представляют в школе. Так? Разные школы, разные требования. Но дело в том, что, ну, возможно, кому-то и не сказали. Вот что необходимо обязательно положить в портфель? Давайте прямо сейчас соберем. Ну, в среднем, для среднестатистического школьника, ну, например, там, 4-5 класс. Да, давайте обозначим какой-то класс. Да, 4-5. Хорошо. Пишут такие списки, например, там, альбом для рисования. Так. Бывает, просят 20-40 листов тоже по-разному. Так, альбом для рисования. Да. Хорошо, давайте откладываем. Это вот такой, например, да? Да, например. Альбом для рисования. Складываем. Хорошо. Тонкие тетрадки, 20 штук там в клетку, в линейку, то есть такие стандартные. Вот стандартные тонкие тетрадки кладем дальше. Дневник, естественно. Дневник, безусловно. Он, кстати, стандартный, да? Да, да, да. Вот именно такого образца. Дневник, что еще? Общие тетрадки штучки 3 берут. Так. Полуобщих тетрадей штук 10-15. Выбираю общие. Ну и полуобщие. Полуобщие. Так. Дальше. Ну, иногда для каких-то после самого учебного процесса есть какие-то факультативы, например. Просят белый картон, цветной картон, цветную бумагу. Так, вот картон. Набор фантазии. Это картон, наверное, да? Да, это картон. Вот еще есть картон. И вот картон. Хорошо. Я вот этот такой. А, это бумага цветная. А, здесь, значит, этот. Картон здесь лежит. Так. А, что там мы закрыли, да? Ну, ладно. Так, взяли бумагу. Цветной картон. Так, улечка. Цветной картон. Что еще? Ну, ручки, наверное, кисточки фломастера. Цветные карандаши, акварельки. Кто-то просит гуашь, кто-то и гуашь, и акварель. Ну, вот здесь все это представлено. Ну, такое разнообразие, прям хочется мне все попробовать. Карандаши, акварель, тоже есть. Карандаши прекрасные. Да, различных производителей. Опять же, есть дешевле, есть что-то подороже, покачественнее. Оль, я понимаю, что у вас есть все на любой вкус и на любой кошелек. В большей степени, в большей степени. Ну, например, вот пластилин тоже просят. Пластилин, это какой сейчас, как он выглядит? Вот это, а, вот пластилин. Это восковый, а есть обычный. Есть обычный пластилин. Сейчас такие коробочки. Кстати, а в чем разница восковый и обычный пластилин? Пахнет, не пахнет, нет? Да. Восковый не пахнет? Ну, восковый, да. И он как бы для детей, для дешкалят обычно просит. Для первоклашек. Более экологичен. Он как бы считается невредный. Ну, опять же, из моего опыта, например, есть производители, которые немного дороже, и это пластилин не восковый. Вы имеете в виду обычный пластилин? Да, он гораздо лучше, ну, и как бы его чаще берут. Ну, то есть важно, наверное, чтобы это не очень плохо пахло, вообще не пахло желательно, да? И было приятно в руках. Не только пластилин. Да, конечно, так. Так, хорошо. Мы все, обо всем поговорили. Вот, кстати, интересные вот эти стаканчики. Это не проливайки эти, да? Стакан не проливайков, из которого никогда не вытечет вода. Так? Да. Прекрасно. Оля, ну вот еще нельзя, мы немножко сказали, нельзя забывать о качестве товаров. Вот, кстати, какие тетрадки выбрать? Это важно. Я слышала, что нужно выбирать такие тетрадки, у которых листы не просвечиваются. Вот какой должна быть, кстати, бумага? Ну, говорят, что бумага лучше, конечно, когда белая. Так. Но, опять же, если исходя из бюджета, вот, например, можем посмотреть. Да, ну вот тоненькая тетрадочка или толстая, так. Здесь у нас белый лист, а здесь у нас серый. Угу. Ну, такой голубоватый. И тоньшая бумага. И тоньшая бумага. Ну, тоже все можно выбирать. Что психолог нам скажет? Кстати, серая бумага, вот более серая, никак не отразится на строении. Обычно ребенок сам чувствует, и если попросить в магазине его посмотреть, что тебе больше нравится, он просто определит сам, кому что больше нравится. Это как ручки. Кто-то любит очень тонкий синий стержень, кто-то очень жирно-фиолетовый. То есть, лучше вариант ходить с ребенком, да? И выбирать товар вместе с ребенком. Может, хотя бы один пробный выход, а потом уже, чтобы сэкономить нервы. Ну, хорошо. А вот насчет пеналов вот меня еще момент интересует. Какие пеналы вы рекомендуете, и как их правильно выбирать? Пеналы... Тоже понюхать в первую очередь, чтобы это все не остро пахло? Ну, вообще, конечно, да. Ну, а если исходить из характеристик каких-то определенных пеналов, они также различаются. Есть тубусы, которые... Ну, вот я, к сожалению, их не взяла, к сожалению. Ну, здесь у нас ничего нет, да? Ну, вот такой пенал очень удобный, наверное. Для девочки какая красота. Это односекционный, он недорогой. Ну, с резиночками все можно уместить. Можно разные ручки и все, что ребенку необходимо. Вот. Есть двухсекционный, есть очень большие пеналы, красивые. Ну, соответственно, и цена. Ну, чуть больше будет. Ну, ничего не больше, а гаранта. Оля, кстати, вот, наверное, сидят Алексей и Кира и думают, вот какой бюджетный вариант наполненного школьного ранца без стоимости самого ранца? Сколько нужно денег вложить, чтобы купить все тетрадки, пеналы, бюджетный вариант? Ну, бюджетный вариант из моего опыта, опять же, работы, это примерно до 40 рублей. Так. Это будет ребенку все полностью обеспечено с точки зрения констоваров. То есть, как можно сэкономить? Во-первых, выбрать производителя немного дешевле. Во-вторых, например, взять не 12 цветов, а 6 цветов карандашей, 6 цветов ломастеров. Вы можете дать совет, как собрать бюджетный вариант. Ну, конечно. Школьных принадлежностей. Наш продавец все может хорошо рассказать, предложить, показать, дать потрогать детям, то, что они очень любят все посмотреть. Это тоже можно, да? Конечно. Я хочу, кстати, спросить у Ольги, насколько, Оля, это важно, собрать, ну, нравящиеся ребенку принадлежности? Может быть, вот такие яркие вещи, наоборот, от учебы отвлекать будут? Это важно? Это важно, но тоже разные бывают детки. Есть дети, у которых приоритеты другие, и в семье поддерживаются другие приоритеты. А есть дети, которые чувствительны к тому, как их оценят одноклассники. Будет ли это все фишкой в классе? Потому что картинки на портфеле, картинки на тетрадках, какие-то модные принты на пенале в более старших классах – это плюс к твоему статусу. Потому что сейчас, к сожалению, это очень важный момент. Статус. Если ребенок очень переживает, что его над его кофточкой или портфелем посмеялись и сказали, что фу, это старье, а этот мультик был моден пять лет назад, что там уже эти Винкс, когда они были? Конечно, ребенок будет переживать. И ходить все время с ощущением того, что ты какой-то не такой, каждый день нося это ощущение с собой, это сильнее отвлечет от учебы, чем какой-то яркий, но современный рисунок. Девушки, большое спасибо. Я отправляюсь посмотреть, как справились с выполнением заданий. Прошу вас обратить внимание. Ребята, итак, Родион, что значит «готовь к школе»? Давай. Так, подожди, подожди, микрофон. Севочка, ты, конечно, расскажешь и поможешь. Да, давай. Хороший портфель. Да, чтобы он был вместительный и удобный. Так. Нельзя, чтобы портфель был слишком большим, если вы собираете первоклассника, но если у вас там пятиклассник, например, то это будет вполне приемлемо. Спасибо. Второй. Также надо отлично отдохнуть. Так. Как можно идти в школу, если ты еще от самой школы еще не отдохнул? Так же нельзя. Трех месяцев достаточно, ты нам скажешь? Я считаю, да. Прекрасно. Ну, смотря как отдыхать. То есть активно нужно отдыхать. Активно отдыхать, однако надо, например, читать книги, опять же такие, заниматься математикой, например, русским языком. Если у вас, ну, вообще любым предметом, по которому у вас были какие-то проблемы, нужно его чуть-чуть подтянуть. Я чувствую подготовку родительскую, Родион. Так, приобрести в тетради следующий пункт, это в хороший портфель, так, собрать пенал, положить в него ручки, карандаши, ластики и линейки. И самое главное... Само желание идти в школу. Само желание идти в школе, Родион. Вот 10 баллов по 10-бальной системе. Что вы, Ольга, скажете? Аплодисменты просто. Аплодисменты, ну, пожалуйста, аплодисменты. Спасибо. Ну, давай посмотрим, как справился Сева. Сева, давай, показывай, что ты тут собрал. Ага. Так, вот так покажу. Вот так. У зрелая Сева, кроме тетрадок и гуаши, здесь еще и батончик. Очень вкусное лакомство. Да. Тоже в школу возьмем? Да. Тоже в школу возьмем? А для чего шоколад? Для чего? Чтобы кушать. Чтобы кушать, чтобы подпитывать мозг энергией, да? Прекрасно. Так ты справился, ты молодец. Если положил то, что обычно родители... А ножнички? И ножнички, безусловно. И что еще у тебя здесь? Ты мне назови, что ты складывал? Все. Ну, все. Назови, как назывались предметы. Посмотри, что ты здесь. Карандаши складывал? Да. И что еще было? А вот эти зелененькие, это что? Те-тра-те-траде, так? И цветную бумагу положил. Да. Ну так ты молодец. Слушай, я думаю, что тебя можно досрочно в первый класс. Да. Да. Ну и прекрасно собираешься. Благодарю. Он в университет. Вы знаете, Алексей, по этому поводу у меня есть... Я уже о своем опыте сегодня заговорила. Я была маленькая, и, честно говоря, хорошо помню, как меня... Ну, родители так старательно готовили к школе, и так говорили часто, что вот пойдешь в школу, а там будут спрашивать, требовать. Я побаивалась. Я говорила, папа, а можно я 10 лет дома посижу, а потом сразу в институт? Сева, так что, все-таки в школу или в институт? В школу. В школу, безусловно, а как в институт с такой папкой пойдешь? Нет. Спасибо вам, ребята, дорогие. Я вот смотрю, Ольга тянет руку и хочет что-то сказать. Да, Ольга? Да, я бы хотела сказать, ну, не сказать, а преподнести подарок вашей семье, конечно, такой небольшой. Вот. То, что ребята собрали себя в школу, так скажем, и рюкзак. И рюкзак? Идите к нам, идите к нам. Спасибо. Сева, иди тебе. Держи. Пойдешь в первый класс с рюкзаком. Так, Сева, иди сюда, перегружай все, что ты сложил сюда, в этот твой рюкзак, и вы можете отправляться на свои места, ребята. Радостный Сева, ну что еще нужно? Уважаемые телезрители. Вот так, все, в институт мы не идем, остаемся в школе, да, года через два. Уважаемые телезрители, тема нашей программы, тема нашей программы к школе готова. Пожалуйста, присылайте свои сообщения в Вайбер. Я вижу, что вы очень активны. Пожалуйста, звоните 37519, рассказывайте ваши истории. Какой знак припинания для завершения к фразе «к школе готовы» выбирает наш следующий гость, мы обязательно узнаем, а заодно еще и поинтересуемся, какие изменения ждут школу в новом учебном году. Уважаемые телезрители, у нас в гостях начальник управления образования Гомельского областного исполнительного комитета Сергей Иванович Порошин. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады видеть вас в такой вечерней обстановке. Я перефразирую тему программы и задаю вопрос так. Школы готовы, Сергей Иванович? Восклицательный знак готовы. Отлично, восклицательный знак готовы. Вы проверяли? Да. Сейчас идет уже окончание фактической проверки, приемки всех школ. К началу учебного года работают комиссии, специальные службы, которые, конечно же, заботятся о безопасности детей, о условиях, комфортности. Все вопросы, которые предписаны санитарными службами, службами МЧС, вопросы и требования государственной автомобильной инспекции. Кстати, я очень рад тому, что вот в бегущей строке была такая информация от родителей. А вы просматривали? Обратите внимание на приобретение светоотражающих элементов. Да, есть такое сообщение у меня. Я, кстати, его сразу зачитаю. Уважаемый, добрый вечер, Гомель. В преддверии начала учебного года, думаю, не лишним было бы напомнить родителям о светоотражающих элементах для деток, которые будут заниматься вечернюю смену. С уважением, Александр. Александр, спасибо. Да, это касается не только сельского населения, хотя там более актуальна эта тема, но и городского тоже. И хотелось бы, чтобы эти светоотражающие элементы были как можно побольше, поярче, для того, чтобы водители могли видеть идущих пешеходов, детей и принимать все для того, чтобы обезопасить движение, снизить скорость, уделить внимание нашим детям. Это очень важно. К сожалению, опыт показывает, что привлекаются и родители к административной ответственности именно по этому пункту отсутствия светоотражающих элементов. Поэтому я очень благодарен тому, что сегодня это прозвучало в переграмме. Здорово. О начале нового учебного года, мне кажется, педагоги и сотрудники системы образования думают, как только прозвенят выпускные звонки, вот последние школьные звонки. Ну и вы точно о нововведениях знаете. Поделитесь, расскажите, что будет нового в школьной программе? Ну, я не должен сказать о том, что сегодня есть такие кардинальные изменения большие. Конечно же, все средства массовой информации говорят, и раньше была поставлена задача и главой нашего государства в летний период проработать в Министерстве образования все учебные программы. Поэтому мы этот учебный год встречаем и начинаем с новыми учебными программами. Как правило, они будут обновлены все абсолютно. У нас будет большое количество новых учебников. Их 41 учебник, которые новые. На сегодняшний день наводится соответствующий порядок в планах, не только в программах учебных, но и в планах. По некоторым предметам количество часов будет увеличено. Например, по математике. Например, математике. Пять часов, пятые, шестые, седьмые классы будут иметь уже всеучащиеся возможность обучаться, значит, пять часов математике. Пройдут изменения по предмету химии. Химия седьмого класса и количество часов уменьшится до одного часа в неделю химии. Остается вопрос упорядочить применение учебников и сопоставление учебных программ, которые сегодня фактически уже знакомы педагоги. И мы проводим в летний период, после выхода из отпусков, такие консультации с педагогами, запланированные большие селекторные совещания. То есть перед началом учебного года будет отработано все, что касается применения новых программ. Но учебники можно применять как новые, так и старые. И у нас есть учебники, которые выпущены в 2012 году, в этом году. И в ближайшее время фактически будут обновлены абсолютно все учебники. И здесь, конечно, опытный учитель, он правильно сориентируется, как правильно, дозированно использует тот или иной материал. Любой учебник в любое время, даже до новых программ, творческий педагог подходит таким образом, что он пользуется не одним учебником, а несколькими. А несколькими. Единственное, хотел бы обратить внимание, уважаемых родителей, очень модно привозить из-за предела в Республике Берла-Русь, очень красивые, я уже не буду говорить странно. Ну, красочные, да, красочные учебники. Да, красочные, с аудиосопровождением, дисками там и так далее. И вот у меня была такая встреча с разработчиками этих учебников, как правило, это частные фирмы соседнего государства, которые предлагали, вот, Сергей Ильич, мы вам предлагаем в дополнение к изучениям русского языка, там, других предметов, вот, учебники. Я говорю, хорошо, оставься, я посмотрю. Я отдал эти учебники нашим опытным педагогам, методистам, которые просмотрели. И, вы знаете, мы, скажу откровенно, были удивлены огромному количеству ошибок несопоставления программы изучения того или иного предмета Республики Беларусь и то, что нам предлагают. Предлагает в учебнике. И вот эти дополнения, они могут внести некое такое вмешательство не на пользу, а во вред. И если принимать во внимание вот некоторые моменты, связанные с изучением программы Республики Беларусь и применение вот этих знамей, конечно же, можно иметь какие-то определенные проблемы. Поэтому нужно пользоваться, конечно же, Обращайте внимание именно белорусской. Внимание на программы, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь, учебники белорусского производства и учебники, которые разрешены под грифом именно Министерства образования. Уважаемые гости, осталась масса вопросов и масса тем для обсуждения. Поэтому сейчас, вот прямо сейчас, в подсказке нашего режиссера, я делаю вам предложение. Собраться вот приблизительно такой же кампании 1 сентября. У нас есть эфир и обсудить, готовы ли мы к школе и что у нас получилось. Что вы мне скажете на это предложение? Я всегда очень рад, когда приглашают на телевидение. Вы просто не знаете, будете ли вы заняты. Я думаю, что я найду время 25 числа. У нас 23-24 в городе Минске будет большой республиканский педсовет. С участием главы государства. И будет о чем поговорить и что-то рассказать нашим телезрителям. 25 числа я смогу прибыть. А 26 в области будет... 1 сентября у нас эфир. Вот такая дата. Вы подумайте насчет 1 сентября, чтобы уже было нам о чем сказать. Если это вечернее время, как сегодня, я с удовольствием приму участие в передаче. Я буду рада всех видеть вас, Ольга, Алексея, Киру, Сергей Ивановича. Может быть к нам присоединится еще кто-то. Я благодарю вас. Хочу поблагодарить наших телезрителей, которые прислали интересные реплики в Вайбер. Некоторые мы прочитали, до некоторых просто не дошли. Но помните, 1 сентября мы встречаемся. Поэтому обязательно ваши вопросы озвучим. В заключении мне хочется поблагодарить всех, кто помог всем нам, зрителям и присутствующим в студии, определиться с интонацией к фразе «К школе готовы». Сейчас мы ее произносим утвердительно, радостно и понимаем, что 1 сентября мы встретим счастливым днем. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель» Елена Троценко. Всего доброго и до следующей встречи.